Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии в среду, 7 декабря. Меня зовут, наконец, Александр, и сегодняшнюю торговую сессию с вами приведу я. Давайте рассмотрим ключевые события предстоящего дня, заглянем с вами в экономический календарь. На сегодняшний день, на мой взгляд, есть две достаточно сильные новости, на которые стоит обратить внимание. Первая в 15.00 по времени GMT – это решение Банка Канады по процентной ставке. На текущий момент времени целевое значение процента ставки составляет 3,75%. Мы ожидаем, что сегодня Банк Канада повысит ставку на 50 базисных пунктов, тем самым приведя целевое значение к уровню 4,25%. На текущий момент времени канадский доллар торгуется по цене 1,3650. Цена находится в восходящем тренде на фоне того, что доллар укрепляется. Но мы сегодня ждем, что все-таки вот этот восходящий тренд будет несколько сломлен. И целевое значение все-таки можно на сегодняшний день поставить на укрепление канадского доллара и движение вниз на уровень 35,50. Возможно, это движение будет краткосрочным, так как индекс доллара укрепляется. Но так или иначе, Канадский банк, Банк Канады, как правило, всегда оказывает сильное влияние на национальную валюту. Тем более 50 базисных пунктов для канадской экономики. Это достаточно серьезное значение. Также в 15.30 в экономическом календаре мы сегодня с вами видим запас сырой нефти из Америки. Запас сырой нефти по прогнозам будут сокращаться, но не такими темпами, как ранее. Поэтому мы с вами уже обсуждали, что происходит сейчас с рынком нефти. По всем фундаментальным признакам цена должна расти. Мы с вами вчера обсуждали, что цена может дойти до уровня 81 доллар за баррель. Это целевой уровень, где можно было продавать до этого значения. Сейчас она торгуется уже ниже 81, в районе 79 долларов за баррель. Что ж, мы с вами говорили о том, что мы будем рассматривать с вами новые цели. Сейчас на самом деле делать это достаточно опасно, потому что всегда есть риск того, что цена будет возвращаться. Но технический уровень 81 теперь для нас будет выступать в роли поддержки. Поэтому попробуем продать с первой целью 77 долларов за баррель. Поэтому рассматриваем нефть пока только на снижение. Если что-то будет меняться, мы с вами можем скорректировать позицию. Но пока торговать лучше в рамках текущего тренда. Другие инструменты, которые мы с вами рассматривали, это в первую очередь индекс доллара, которые сейчас торгуются на уровне 105.60, наше целевое значение остается прежним. Мы ждем с вами индекс доллара на уровне 107 евро. Доллар на вчерашний день тоже показал нисходящую динамику. Да, не такую сильную, но так или иначе цена начала снижаться. Текущее значение 1.04.50. И наше целевое значение остается прежним. Это уровень 1.03.20. Ну, примерно 100-130 пунктов от текущего значения. На мой взгляд, это хорошая сделка, которая обязательно достигнет цели. Из других инструментов, которые мы с вами также рассматривали, это индекс S&P 500. S&P 500 вчера торговался на уровне ровно 4 тысячи. Текущее значение 3.950. И наша цель остается прежней. Мы с вами поставили скромную цель 3.900. Это как первое значение, до которого цена имеет очень высокую вероятность того, что цена дойдет. И наша цель остается прежней. Ждем S&P 500 в дальнейшее снижение. Из важных событий, которые были вчера, напомню, что 8 ноября в Америке состоялись выборы в Сенат и Палату представителей. Так вот, первые итоги, предварительные данные выходят такие, что большинство в Сенате все-таки будут занимать демократы, а в Палате представителей – республиканцы. Ну, а это все новости на сегодняшний день. Наиболее важные события мы с вами осветили, ключевые финансовые инструменты разобрали. Вам желаю успешной торговли, зарабатывайте вместе с Амаркетс. Всего наилучшего!